В Амутинском районе ждут туристов не только из России, но и других стран. Местный предприниматель решил разводить диких животных на огороженной территории и планирует завести на базу отдыха европейских оленей, бизонов, ланей и других животных. А кто живет уже сейчас, расскажет Инна Михайловская. Время обеда своих кормильцев олени спокойно подпускают. По словам егери, даже ждут. К определенному времени уже выходят сюда. В декабре прошлого года первая партия 70 молодых оленей. После длительной дороги с Алтая они буквально вырвались на свободу. Но со временем стали доверчивей. И это уже большая победа, что вот на такое расстояние животные подпускают к себе посторонних людей. Олени пятнистые, три месяца здесь. И задача-то стоит основная – сделать их ручными. А мы еще попробуем ближе подойти. Самые отважные остались. В кружок к себе запустили. Говорят, когда их первый раз привезли, приходили люди посторонние, они просто разбегались в лес и вообще не показывались длительное время. Ну а сейчас вот им уже интересно, им уже интересен человек. Олени – не единственные обитатели. Там, глубоко в лесу, живут еще моралы, бизоны. Территория огорожена по периметру 32 километра. Дикие животные станут достопримечательностью новой базы отдыха «Красноярская». Расположена рядом с одноименным селом предприниматель Виктор Борешко. Раньше выращивал домашних животных, теперь вот решил – диких. А домашнить – чтобы показывать их туристам. Причем не только местным, но и зарубежным. Была выставка в Дуссельдорфе. Там наш сотрудник был, пообщался с многими европейцами. Там вот на осень, у нас уже на август месяц три компании сюда записались – австрийцы, немцы и итальянцы. Они думают, что у нас здесь медведи ходят, снегу здесь, говорится, по плечи. Вот они хотят приехать, посмотреть, как здесь россияне живут. К тому времени здесь достроят отдельные домики, а в пруд выпустят форель, осетра, карпа. Такой отдых на природе по душе будет и сибиряка. Инна Михайловская, Евгений Проскуряков. Тюминское время.